Привет, друзья! Сегодняшний обзор это мои пустые баночки. То, что закончилось в какой-то период, не обязательно конкретно за прошедший месяц. Вот что накопилось, то я и сейчас вам покажу. Давайте начнем с чего? Давайте начнем вот с этого средства. Это активатор для роста волос и против выпадения волос. То есть я укрепляю луковицы волос своих, поэтому у меня уже две бутылочки вот таких закончилось. Хороший, хороший активатор. Действительно, она помогает, укрепляет луковицу. Достойный бюджетный вариант и мне понравился. Использую, конечно, немного другой шампунь и бальзам. А вот этим активатором я через день, когда через два дня, просто наношу на кожу головы, на луковицы. Лосьончик, он здесь удобный, распыляется. Так нажимаешь на дозатор и он распыляется. Хорошо закрывается, то есть никуда не выливается. Объем 100 мл, но действительно хорошо укрепляет луковицу. Волосяную луковицу из бюджетных вариантов. Вот очень хороший вариант. Мне нравится. У меня уже третий, я говорю. В состав входит, по-моему, входит кофеин. Ну, что-то какой-то такой раздражитель для луковиц, который как раз стимулирует рост новых волос и укрепляет. Вот, укрепляет волосяную луковицу. Но здесь так мелко, что сразу и не скажу. Сразу не скажу, что здесь входит. Ну, да ладно. Следующая бутылочка – это закончилось масло. Масло для тела из серии «Шведский спа-салон». Я люблю масла. И вот масло для тела. Наносить массирующими движениями на сухую или влажную кожу. Я всегда после душа наношу. Интересный аромат. Очень хороший аромат у неё такой водяной, водной водоросли. Хорошо чувствуются водоросли. Тонкий аромат. Маслица не оставляет липкой плёнки на теле. То есть мгновенно впитывается. Очень понравился. Вот такое масло. Затем из серии «Оптимус» у меня закончился скраб. Скраб для лица. Он хорошо подходит для жирной кожи. Но лучше его использовать для молодой кожи. Не для возрастной. Потому что здесь есть эксполианты частички. Вот их прям видно. Они хоть и мелкие, но они грубоватые. И для возрастной кожи, конечно, это не вариант, чтобы не травмировать и так уже, скажем, немолодую кожу с изменениями. Поэтому лучше использовать пилинги. А для молодой кожи, для молодой жирной кожи, такой для пористой, это хорошо подходит. Хороший вариант из серии «Оптимус» для очищения. Для того, чтобы убрать мёртвые частички кожи с лица и очистить поры. Серия «Оптимус» закончилась. Закончилась штучка у меня из серии «Эстилаудер». Это двухфазное средство для снятия макияжа с глаз. Я люблю двухфазные средства, которые идут на масляной основе. И вот эта вот плёночка, она меня не раздражает, которая остаётся на глазах, когда вот его снимаешь. Потому что она защищает нашу тоненькую кожу вокруг глаз от излишних морщин. Поэтому я предпочитаю снимать косметику с глаз именно двухфазными. Двух или, как у Диора, трёх. Трёх, да. Трёхфазный лосьон там идёт. Закончится покажу. Он как раз у меня на исходе. Вот столичка, наверное, осталась у него. Пипочка. Покажу обязательно в своих видео. Хорошее. Хорошее средство. Мне оно очень нравится. Сколько здесь? 100 мл. Я говорю, я люблю. Я всякие разные тестирую. В прошлом обзоре был «Ланком». Сейчас «Эстилаудер». В следующем вот «Диор» закончится. Однозначно рекомендую. Закончился крем для умывания у меня из серии «Лав Нейчералс». Это натуральная, органическая косметика в серии «Арифлейм» идёт. «Лав Нейчералс» биоразлагаемая формула с органическим экстрактом алоэ вера и с водичкой кокосовой водой. Кокосовая вода – прекрасный увлажнитель. Сейчас многие бренды её добавляют в свою косметику, потому что там действительно такой полезный состав. Не в самом масле кокоса, а в кокосовой водичке. Вот эта вот жидкость, которая содержится в кокосе. Вот она мега полезна, и у неё очень много полезных свойств для кожи. Причём огромное. Это, конечно, увлажнение. Очищающее средство. Лёгкое очищающее средство. Мне оно так понравилось. Действительно хорошее для любого типа кожи. И с моей жирной она прекрасно зашла, хотя написано для нормальной кожи. У меня великолепно зашла на мою жирную кожу. Из этой же серии я пользовалась вот таким вот гелем, увлажняющим гелем. Сразу скажу, что здесь ничего нет такого суперлифтингового эффекта, какого-то глобального воздействия на кожу вокруг глаз. Это просто увлажнение. Дополнительное увлажнение для кожи вокруг глаз. Мы пользуемся кремами для кожи вокруг глаз. И можно... Вот я, например, пользовалась как... Я наносила сначала вот этот увлажняющий гель на кожу вокруг глаз. Ждала, когда он впитается. И потом сверху наносила крем для кожи вокруг глаз с антивозрастным эффектом. Уже такой серьёзный, скажем. Мне понравился вот этот тандем именно с увлажнением. И теперь, когда он у меня закончился, я так смотрю, что когда наношу крем для кожи вокруг глаз, мне не хватает. Но придётся сыворотку для кожи вокруг глаз купить как дополнительное увлажнение. Также органический экстракт алоэ вера и кокосовая водичка. Прекрасный гель. Но он хорошо подходит для молодой кожи. Вот для молодой, подростковой, когда подростки только-только начинают пользоваться косметикой, чтобы привить им любовь в косметике, правильному уходу за кожей. Вот он лёгкий такой прозрачный гель. Вот его прям видно, что вот капелька. Лёгкий. И хорошо, если у вас есть детки лет 14, вот так вот девочкам, то можете смело рекомендовать что девочкам, что мальчикам уход за кожей вокруг глаз. То есть абсолютно универсальный для любого возраста. Если в возрасте, то используем под любой крем. Для кожи вокруг глаз. Сейчас, если это подросток, то просто для кожи вокруг глаз начинаем прививать любовь девочкам к уходу. Закончилась сыворотка. Вот из серии Novage и Collagen. Врайкл Пауэр серум. 30 мл. С экстрактом стволовых клеток идёт. Мгновенно впитывается. Ну, сыворотки вообще все мгновенно впитываются. Ну, и вот профилактика борьбы с морщинами. Стволовые клетки содержат хорошая сыворотка. Вот сейчас у меня крем как раз вокруг глаз. И я пользуюсь сначала гелем, потом кремом. Но это сыворотка. Она закончилась. Сейчас другие у меня сыворотки. Что ещё закончилось? Закончилось гидрофильное масло из серии Shiseide. Не было в Арифлейм когда гидрофильного масла. Я люблю что-то новенькое для себя покупать. И гидрофильное масло на пике. Мне оно очень нравится. Есть видео про гидрофильное масло. А чем оно полезно. Как удобно снимать макияж. Она очень хорошо очищает кожу. Вот из Shiseide. 180 мл. Как раз закончился. Буквально недавно. Может быть пару дней назад. Это было гидрофильное масло. Закончилось ночное масло Elio для волос. Закончился. Была новинка. Я его покупала. Вот питательное, разглаживающее. По-моему, да, разглаживающее. А, восстанавливающее. Питательно восстанавливающее. Ночное масло. Несмываемое ночное масло для волос. Наносим на волосы. И всё. И забываем. На ночь. Долго она у меня была. Потому что я после мытья всегда наносила. На влажные можно. Или на сухие. Хорошая штучка. Синий такой, тёмный флакончик. Затем закончился. Ну, давно уже закончился. Просто лежали. Собирала. Собирала некоторые продукты для снятия видео. Попросили снимать пустые баночки. Как бы не зациклилась. Но начала собирать. Вот туалетная водичка. Люминисенс. Такой интересный. С эффектом амбре. Флакончик. Интересная водичка. Такая шипровая. Закончилась. Затем у меня закончилась из мадемуазель Азара. Вот этот вот тоже туалетная водичка. Ой, долго. Очень долго она у меня была. Года три или четыре. Вот настолько... Ну, как бы немой был запах. Я не могла к нему долго привыкнуть. И редко, в общем, редко пользовалась этой водичкой. Возможно, кому-то она и нравится. Такой чисто весенний аромат. Вот я его весной только и пользовалась им. Потому что на лето для меня он был слишком такой, скажем, резко приторный. А вот весной и зимой в перемешку пользовалась. Поэтому он у меня такой долгожитель. Объем 30 миллилитров. Все, закончился. Затем закончилась туалетная вода. Это мужской парфюм Бон Туфлай из мужской серии. Из женской у меня давным-давно она закончилась. Ну, вот такой свежий, свежий, интересный аромат был. Также из мужской серии закончился дезодорант из серии Норт Формен. Закончился. И серия Новэйдж. Люксовая серия Новэйдж. Сегмент Верифлейм. Это Новэйдж Мэн. Крем для кожи вокруг глаз. Тоже закончился у нас. 15 миллилитров. Здесь у меня закончилась многофункциональный крем-тон для лица. Эзи. Серия Зеуан с SPF 30. У меня был натуральный цвет и был светлый совсем. Но я их мешала, потому что совсем светлый мне не шел. Ну, вот такой он закончился. А вот эта вот подводка, жидкая подводка лайнер серии Зеуан, она еще действует. Она действует кисточкой для рисования тонких стрелок. Но дело в том, что я не пользуюсь черными подводками очень рано, ой, очень редко, простите. Поэтому я ее просто выбрасываю. Ну, и срок годности прошел 06-20, то есть до июня месяца. Я не рискую пользоваться просроченным продуктом, поэтому я смело выкидываю. Покупала для обзоров, для сводчей. Они были несколько. Они были зеленая, желтая, синяя и вот черная. Я брала как раз для сводчей. У меня есть, я вставлю вставочку. Ну, попадается в распродажах, потому что она уже меняется. Сейчас новая выходит в это, скорее всего, подводка. Ну, вот так вот. То есть я как бы не пользуюсь. Что еще? Закончился вот такой бальзам-праймер. Был бальзам-праймер для губ у меня. Я им пользовалась, да, для смягчения кожи вокруг губ. Как производитель заверяет, что, пользуясь этим праймером, можно нанести бальзам-праймер для губ. Можно нанести поверх любую помаду и не оставляет следов. Ничего подобного. Все оставляет. Я просто чисто вот пользовалась как увлажняющая. Вот этот маркетинговый ход, что не оставляет следов на кружке или на стакане, он здесь не прокатил. Я пользовалась им просто... Вот я всегда, перед тем, как нанести помаду, я пользуюсь любым другим бальзамом. Любым бальзамом для смягчения кожи губ. Поэтому этот праймер тоже самое служил свою роль. Такую же серию Giordani Gold закончился... У меня база для туши, для ресниц. База. Да? База под тушь для ресниц. Вот она у меня. Видите, какая? То есть я ей активно пользовалась. Это очень мне нравятся любые базы. Иногда не хватает даже заявленного того эффекта от туши, который какой-то любой производитель нам говорит. И хочется прям мега объемных ресниц. Поэтому я пользуюсь базами под тушь. Сначала белую, либо бесцветную, а потом уже основную тушь наношу. Вот серия Giordani Gold. Он у меня как раз закончился. Весь он у меня закончился. Все. Он уже просто не красит. Поэтому он у меня закончился. Закончился мой долгожитель палеточкой серии Zolan. Видите, она еще синяя. Сейчас она уже в черном давным-давно. Уже года два, наверное, в черном футляре. Ну, вот моя долгожительница. Да, срок годности у меня еще не истек. 6-го, 21-го. Это у нас набор для коррекции бровей. Вот. Все. С этим я не пользуюсь, потому что это очень... Для моих бровей это очень темный. Темный. Но вот сейчас на свету он нормальный. У меня брови белые, поэтому для меня это не мой цвет. Это более у кого темный, коричневый подходит. У меня был совсем вот белый здесь, который я вот, видите, до конца, прям до конца я его вымазала. И воском я пользовалась. То есть вместе вот так. А это, ну, я не знаю, под тени мне не подходит тоже такой темный. Хотя для подводки я подводку делала. Хорошо подходит карандаш и подводка. Ну, вот не знаю, выбросить, не выбросить. Ну, пока, может быть, даже и оставлю на подводку. Хотя я не люблю, когда вот так вот половина продукта заканчивается, а вот этот вот один остается ни туда, ни сюда. И когда его открываешь, то здесь полностью все свободно. А этот у тебя... Ну, как-то неэстетично. Мне это не нравится. Поэтому я лучше выбрасываю такой законченный продукт, беру взамену что-то еще. Ну, вот так. Мне вот так вот не нравится. Поэтому он идет у меня в мусорку. И что еще? Последнее у меня закончился бустер. Выбросила бустер еще от Clorans. Думала, что я его сохранила, но я выбросила. Долго я им пользовалась. Еще когда... Вообще первые бустеры пошли, когда в Clorans'е, еще даже их не было ни у кого, ни в Reflame, нигде. Сейчас они как бы уже пережили свой этап. То есть они себя уже изжили. И люксовые бренды уже давным-давно сняли с производства вот эти бустеры и усовершенствуют сыворотки свои. В Reflame они пришли, бустеры. Один из бустеров вот такой у меня закончился. Еще у меня там три есть с витамином С. Вот он, видите, абсолютно пустой. Абсолютно пустой. Нету здесь ничего. Только в пипочке вот осталось. А здесь он абсолютно пустой. Вот. Конечно, это не на каждый день продукт. Для меня не на каждый день, потому что он подсушивает кожу, бустер. Даже если я его наношу правильно, смешиваю с кремом для кожи, все равно не получается. Итак, один из серий Optimus у меня закончился. По-моему, это был бустер Detox. Какой-то, да, вот такой кислородный, скажем. Бустер, он закончился. Все. Вот мои, скажем, пустые баночки. За июнь обозначу видео. Ну, хотя здесь, сами понимаете, здесь не за июнь, не за месяц все это использовано. Подсобирала, показала то, что... Я думаю, что никому не интересно. Обзор, например, на гели для душа. Такой продукт, который есть в каждой семье. И неважно, каким ты гелем пользуешься. В принципе, сейчас все производители переходят на безопасные биоразлагаемые гели. Поэтому, если в коробочках с покупками, я могу их показать. А использованные, то вообще, я считаю, нет смысла показывать. Из косметики, да, чем-то поделиться интересным, рассказать свои впечатления. Это я согласна. Все. У меня на сегодня все. Опять затянулся. Думала, мало баночек. И быстро пробегусь. Опять на 20 минут обзор затянулся. Все, друзья. До свидания. До новых встреч. Оставляйте свои комментарии под видео. Подписывайтесь на канал. Лайки, дизлайки ставьте. Кому что понравилось. Что хотите узнать. В общем, до новых встреч. Делитесь впечатлением, если вдруг какие-то продукты попали, которыми вы тоже здесь пользуетесь. Из люксовой серии. Там, из Телау, Дорше, Сейда, из Арифлейм. Пожалуйста, пишите. Оставляйте свои отзывы. Буду очень рада их слышать. Все. Пока-пока. Пока-пока. До новых встреч.